Всем добрый вечер, дорогие мои, у нас наступает зима, а кое-где она уже наступила, например, сегодня к нам пришли новости, что Нью-Йорк чуть-чуть запорошила, наших коллег в Финадельфии пока еще не запорошила, и нас тоже здесь в Орегоне, в Вашингтоне пока тоже не запорошила, но, тем не менее, она начинается. И у нас, как обычно, по вторникам очень интересная программа выходит в прямом эфире, мы говорим о COVID-19, мы говорим о коронавирусе, но сегодня наша программа будет очень и очень необычной, супер необычной, потому что у нас сегодня будет программа коронавирус и разговор с логопедом. И я с большой радостью хочу представить наших сегодняшних участников, вы пока подключайся, если вы нас слушаете пока только на 10.40 а.м. в аналоговом и в цифровом режиме HD, вы можете также найти нашу картинку на Facebook Live, она уже есть, она так и называется, коронавирус и разговор с логопедом. Сегодня у нас, как обычно, Ирина Конева, член общины Староверов, член общественного консультативного совета при полиции города Портленда, она у нас уже здесь на связи, вы ее можете видеть. Сегодня, как обычно, у нас будет Тамара Бурковская, наша замечательная труженица-переводчик, член общественного консультативного совета при полиции города Героев Портленда. И у нас сегодня новый участник, ее зовут Оля, фамилия у нее Егоров, и именно она является логопедом больницы Провиденс. Очень и очень интересный человек, я думаю, что ей будет о чем сегодня поговорить. И я хочу, чтобы сейчас наша славная труженица Тамара рассказала о том, с чем необычным мы сегодня вас порадуем, что за необычная программа у нас сегодня будет. Добрый вечер, дорогие слушатели, или добрый день, или доброе время дня, когда вы будете слушать запись этой передачи. Ну, давайте начнем с того, что сейчас происходит здесь, в Орегоне и вообще в мире в связи с коронавирусом. Последнее время поступали хорошие новости о ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса здесь, в Орегоне. Ну, и как результат, наверное, многие из вас знают, что руководство штата отменило требования по ношению масок в людных местах на открытом воздухе. Это, безусловно, хорошая новость, но требование носить маски в помещении все еще сохраняется. Ну, вот дети начали получать прививки от коронавируса. Это тоже положительно повлияло на снижение заболеваемости и смертности. И в большинстве школ детям делают бесплатные тесты, если они были в контакте с носителем вируса в школе. То есть это позволяет детям продолжать заниматься в классах, не прерывать посещение занятий, если результаты теста у них отрицательные. Но вот плохие новости пришли в конце прошлой недели. Появились сообщения о том, что новый штамм коронавируса, который назвали омикрон по названию 15-й буквы греческого алфавита, вот он начал распространяться по всему миру, а впервые он был обнаружен в Южноафриканской республике. Многие страны уже запретили авиарейсы из стран Южной Африки. Так что трудно предсказать, как будет развиваться ситуация дальше. Потому мы будем продолжать приглашать специалистов на радио, чтобы они рассказывали нам о том, что происходит и что мы можем предпринять, чтобы защитить себя и родных. Ну, а как Андрей сказал, сегодняшняя передача у нас несколько необычная, потому что гости у нас не совсем обычная. Оля Егоров работает логопедом, как объявил уже Андрей. И, может быть, не сразу мы проведем какую-то связь между тем, какой логопед отношения имеет коронавирус. А оказывается, имеет довольно большое. И та информация, которой сегодня Оля поделится с нами, я думаю, что будет интересна для многих из нас. Ну, вот мы попросили Олю рассказать о том, в чем заключается работа логопедов Соединенных Штатов и как пандемия коронавируса повлияла на эту работу. Ну, что, давайте начнем. Давайте начнем. Ну, вначале традиционно, Оля, мы вас, наверное, видим впервые и слышим тоже. Пожалуйста, расскажите немножечко о себе, как давно вы живете в Соединенных Штатах Америки. Есть ли у вас семья? Есть ли у вас дети? И вообще, почему вы логопед? Моя семья имакрировала сюда, когда я была ребенком 33 года назад. Моя семья и большинство моих родственников живут в Орегоне, в Вашингтоне. Я замужем, у меня двое сыновей, им 4 и 8 лет. Я работаю логопедом уже 10 лет и имею опыт работы во многих сферах. В больнице, в реабилитационном центре, на дому и в поликлинике. Почти весь этот опыт был получен в системе Providence Health. Когда я стала логопедом, я думала, что я хотела работать с детьми. Но я больше работаю со взрослыми, и мне эта работа намного больше подходит. То есть, поэтому вы и выбрали эту специальность, да? Что эта специальность предусматривает работу именно с детьми. Я так думала, когда я начала учиться на логопеда. Я думала, что, может быть, я буду работать в школе, и я смогу иметь семью. И, может быть, я, когда мои дети не будут в школе, я буду работать. Это будет хорошая работа для мамы. Ну, хорошая работа для мамы тоже в больнице работать и в других местах тоже. Чудесно, чудесно. Спасибо, Оля, мы теперь будем знакомы. Ну что ж, Ирина, давайте мы теперь дадим вам возможность познакомиться с Олей. Здравствуйте, добрые слушатели. Меня звать Ирина Канёва, и я очень рада с вами проводить несколько, может, час или меньше. И я не знаю, если ты желаешь, Андрей, чтобы мы себя представили, или будем вопросы дальше продолжать. Ну, я вас представил уже в начале программы. Вот, и я напомню, что Ирина, она очень непростой человек. Она, во-первых, член общины староверов, член общественного консультированного совета при полиции города Портленда, и постоянный участник наших программ. И вот мы сегодня вновь имеем такую возможность вместе задавать вопросы. И вот новому нашему участнику Оле. Оля, расскажите о своей работе. Чем занимается логопед? Мы слышали, что работа логопедов в Соединённых Штатах отличается от работы логопедов в других странах. Пожалуйста, расскажите про вашу работу. Здесь логопед работает со всеми группами населения. От рождения до конца жизни. Некоторые логопеды работают с детьми, другие со взрослыми. Когда я ещё училась, я даже работала в Дорнбеккер Children's Hospital здесь, в Портленде. И мы работали над проблемой with feeding with babies and eating with kids. Мы работали с проблемой кормления новорождённых детей, грудничков, и кормления детей уже более старшего возраста. Даже если дети, например, очень приверегливые в еде, то, оказывается, этим тоже занимается логопед. Здесь логопед – это тоже специалист, который работает над нарушением глотания, познания, голоса, травмы мозга и многим ещё другим. Я работаю в основном со взрослыми и иногда работаю с детьми, которые получили сотрясение мозга. Некоторые из направлений моей работы включают нарушение глотания, голоса, речи, языка и познания. Например, внимание, память, решение проблем, планирование и управление временем. Я работаю с людьми, которые перенесли инсульты, рак головы и шеи, нарушения с голосом, болезнь Parkinson's, сотрясение мозга и другие травмы мозга и ещё очень многое. Я специалист на сотрясение мозга и когнитивных трудностях. Трудности с умственными функциями, функциями памяти, умственной способности. То есть состояние умственной способности. Очень интересно, спасибо. Но вопросы теперь, наверное, будут всё более-более серьёзными. Как вообще пандемия коронавируса повлияла на вас, на вашем личном профессиональном уровне? И что изменилось в вашей жизни с приходом пандемии? И чем отличается нынешняя действительность от до коронавирусного времени? То есть как изменились условия вашего труда до и после? Пандемия повлияла на мою жизнь во многих отношениях. Лично мне было сложно совмещать работу с уходом за детьми и distance learning. И дистанционное образование, которое было введено. Да, для моего старшего сына. И то, что я, например, планировала до пандемии делать с работой, я не смогла ещё даже сейчас это делать, то, что я хотела всё начинать. Оно как остановило многое то, что я планировала делать, может быть, даже в этом году. И у меня не так много вариантов помощи было в это время, особенно в прошлом году. И, к счастью, мой старший сын вернулся в школу. И для младшего у нас есть уже замечательный садик, где он безопасный. Детский сад с очень надёжными условиями с точки зрения безопасности от заражения заболеваниями. Да. In the professional realm of things, с профессиональной точки зрения, это было очень сложное время для меня и для моих коллег. Сейчас вообще очень трудное время для тех, которые в медицине. Такое создаётся впечатление, что люди стали меньше доверять медицинским работникам и что вообще меньше уважения проявляют люди по отношению к медицинским работникам. И это довольно сложно переносить. Поначалу очень много было изменений на работе. Каждую неделю что-то новое. Иногда даже каждый день. Это очень было трудно. И сначала наша клиника закрылась. Я начала помогать опять в больнице. Затем... То есть в больнице помогать тем, кто поступал с ковидом, да? Не только с ковидом. Тоже... Ну, я раньше работала в больнице, in acute care. В отделении нет нужной помощи. Да. And so, you know, in the ICU and on the floors, mostly with the swallow, a lot of people who just have a stroke or have something happen to them, had a neck cancer, that are hospitalized, they needed help because the on-call staff was not allowed to be working because of all the funds that were just lost in general from all the outpatient clinics that were being closed. I helped in the field of reanimation, because there were patients who had an insult or had an injury on the shoulder, and they had trouble with clotting, and these people needed help. And so, you know, in these facilities, you used employees for the вызов, but when the pandemic started, they reduced the financing, and these employees were not able to be able to help, so I helped in this work. Я опять начала работать в нашей клинике и начала видеть больше пациентов, которые имели long COVID или post-positive syndrome. Мне больше пришлось работать с больными, у которых был коронавирус длительного течения или серьезное осложнение после перенесенного коронавируса. Поскольку я являюсь специалистом по работе с больными, перенесшими сотрясение головного мозга, то я стала работать с больными, которые перенесли длительный коронавирус или имеют побочное действие от перенесенного коронавируса, потому что оказалось, что симптомы у них сходны с симптомами больных, которые имели сотрясение головного мозга. И эти симптомы, проблемы с поиском слов, туман в голове, трудности с памятью, сниманием. Вау, до такой степени прямо? Да. И у меня много их было. И обычно они все молодые, от 20 где-то до 40 лет. И они перенесли легкие инфекции COVID. Ну, у них такие потом проблемы были. То есть, они перенесли сам по себе COVID, легко протекало, но проблемы были очень большие. Да. Отдаленные последствия, да? Да. Гулт проходил уже, и некоторые не имели никакие... Резолвивание симптомов. А симптомы... То есть, время проходит, а симптомы не уходят. Да. И мы, как concussion therapists, это у нас доктора, physical therapists, occupational therapists и speech therapists в Providence системе, мы начали видеть этих людей и работать с ними почти так же само, как будто они испытали сотрясение мозга. Очень интересно, очень. Оля, а вот в каких условиях вам приходилось работать? Вам надо было надевать специальную одежду какую-то? Что вам приходилось? Какое-то специальное оборудование, маски, какие-то щиты лицевые? В нашей клинике мы даже сейчас носим маску и face shield. Щиток лицевой. Да. И это уже почти два года мы каждый день, когда работаем, весь день мы это одеваем. Конечно, это тоже очень трудно. И в конце дня уже голова немножко болит, и намного больше устаешь. Я заметила, что у многих людей проблема с голосом начала появляться на работе, потому что они так, ну, через маску и через щит так долго говорят. Да. Это тоже очень трудно. А я вот пожаловала бы спросить, как вы чувствовали, когда такие молодые люди приходят с такими великими проблемами через COVID? Как вы чувствовали, как вы себя утешали, когда вы приходили с работы с такой тяжелой домой? Это тоже очень трудно. Потому что я чувствую, что я чувствую, что там много людей вокруг меня, и люди, как люди, и друзья, и друзья, которые не принимают COVID очень серьезные. Это было трудно и продолжает оставаться очень трудным, потому что вокруг я знаю достаточно много людей. Это и в том числе и членов семьи, и среди друзей, которые всерьез не воспринимают коронавирус. И вот трудно находиться на другой стороне, когда понимаешь сложность этой проблемы, но, к сожалению, не все разделяют мою точку зрения. Да. There's also some evidence that we have heard from the Alzheimer's Association International Conference in July that has pointed out that people who may have had natural COVID infections have a higher likelihood of maybe having Alzheimer's disease maybe 10 years from now, and that's being studied right now. Есть уже определенные данные, в частности, Ассоциация специалистов по болезни Альцгеймера. Они объявили на международной конференции в июле, что те больные, которые перенесли коронавирус, у них гораздо выше вероятность заболеть болезнью Альцгеймера через какое-то время, например, через 10 лет. На сегодняшний день еще точно неизвестно, какие будут результаты вот этого исследования таких больных, но есть предположение, что результаты эти будут получены где-то лет через 10, и они будут свидетельствовать именно об этом. И те больные, которые уже больны болезнью Альцгеймера, и если они заболевали коронавирусом, то болезнь Альцгеймера очень быстро начинала прогрессировать после заболевания коронавирусом. Вот для меня вот этот пункт, он очень важен. влияние коронавируса на умственные способности. Я хочу, чтобы мой мозг оставался здоровым, и чтобы я могла на него надеяться. Another point that I would like to meet about post-COVID syndrome, long-haul COVID, is that there's some evidence that shows that people who got vaccinated that had this got better. a good percentage of them got better after vaccination, and this was the case for some of my patients as well. И еще одно наблюдение, о котором я хотела бы сказать, это наблюдение касается больных, которые перенесли вот этот коронавирус длительного течения, и у которых какие-то симптомы появились после заболевания, то после получения вакцины симптомы начинают улучшаться. Не у всех, но есть evidence. Не у всех, да, но есть данные о том, что у некоторых улучшается. Да, и также я работала с пациентами тоже, которые имеющие проблемы с голосом после COVID, и существует голосовая проблема, которая называется vocal cord dysfunction. Нарушение функций голосовых связей. И это часто выглядит как проблема с дыханием, и очень часто это misdiagnosed as asthma. И очень часто такое состояние диагностируют как астму. Ну, inhalers им не помогают. И я заметила, что намного больше таких после COVID тоже. И когда у человека возникает эта проблема, им трудно взять вздох из-за того, что их голосовые связки плотно жмутся и не освобождаются должным образом. И вот почему им трудно дышать. И это обычно я видела больше with athletes under pressure, or people under lots of stress, where their muscles tighten up around their neck, so it is associated with a lot of anxiety and stress as well. Чаще всего такое состояние наблюдается у спортсменов или у людей, которые испытывают какой-то стресс. То есть у них мышцы сокращаются, и таким образом сужается воздушный проход, и им трудно дышать. И таким людям тоже помогает логопед, когда у них трудности дыхания. Да. Они обычно идут pulmonologist. Обычно они идут к пульмонологу, к специалисту по заболеваниям лёгких. И pulmonologist смотрит, что у них нету никаких проблем с лёгкими или астма. И если они видят, что у них vocal cord dysfunction, они их шлют к логопеду, и логопед с ними работает, чтобы они могли уже логопед учит, как люди могут расслабить мышцы горла, чтобы они могли хорошо дышать. Да. То есть, наверное, трудно кому-то было бы представить, что с такой проблемой надо идти к логопеду. Вы сказали, что проблемы с глотанием или проблемы с дыханием. То есть у нас логопед воспринимается как специалист, который помогает научиться правильно произносить какие-то звуки или от заикания, например, избавиться. То есть здесь логопед работает в более широкой сфере, включая больных после инсульта. Ну и вот теперь после коронавируса, как оказалось, что у больных, перенесших коронавирус, бывают симптомы, сходные с симптомами, которые наблюдаются у больных инсультом. Да. И вообще я работаю с некоторыми, которые перенесли инсульт после COVID тоже, потому что это один из side effects от COVID. И они сейчас работают над проблемами, которые стали у них результатом этого. То есть люди перенесли коронавирус, потом как последствия коронавируса они перенесли инсульт, и теперь вы помогаете им преодолеть вот те сложные изменения, которые у них произошли с глотанием, или с речью, или с дыханием, и с развитием умственных способностей. Да. Вот спасибо большое, что вы получили с этой информацией, потому что я не знала, что логопед может заниматься такими целыми проблемами. Я думаю, что эта информация очень полезна для людей в нашей общине. Если кто-то не сталкивался с работой логопеда здесь в Соединенных Штатах, вот теперь будем знать, как надо обращаться, если возникнут вот такие проблемы, как с дыханием, например, или с глотанием. То есть вы можете научить каким-то упражнениям, которые помогут смягчить или преодолеть полностью эту проблему. Да. Да. И очень быстро вообще. Отлично. Спасибо. Очень интересно. Очень интересно. Знаете, я сейчас вот так слушал, размышлял, действительно, насколько вообще серьезные могут быть проблемы постковидные. Ковидные, да, вот вроде бы как человек переболел легко, а потом раз и начинаются вот эти всякие последствия. Да. И вот почему я всегда старалась держаться от этого, чтобы такие проблемы не были, потому что я это вижу. Отлично, отлично. Ирина, пожалуйста, я так понимаю, вы продолжаете, да, нужно по поводу прививок. Сейчас мы, наверное, на прививке переведем разговор. Прежде того, Андрей, я бы хотела еще спросить. Да, пожалуйста. Оля, ты очень-очень хорошо свои работы ведешь. Сколько занимает человеку? Или есть, я знаю, что каждый из нас по-разному перестрадает, и каждый выздоравливает по-разному, но ваши пациенты, которые к вам приходят, то они оздоравливают через сколько-то время? Как это влияет на то, что оздоровит? Смотря какая у них проблема. Например, если с голосовыми связками, я думаю, где-то 4-6 раза это самое большее, что я вижу, что я буду с ними работать. Насчет сотрясения мозга, 8 до 12 раз я их вижу. С инсультами намного-намного больше. Я с некоторыми работаю 2 года уже, смотря какие у них проблемы. С некоторыми очень быстро тоже, но просто смотря, насколько сложная проблема у них была. Вы хотите сказать, что после ковида вам нужно трещаться с ними 8-10 раз, да, после того, чтобы восстановить речь? После ковида они немножко... Мне кажется, что они не так быстро... They don't progress as quickly as my concussion patients, even though they present the same way. And I feel like I have spent a lot more time with my post-COVID patients than my concussion patients, because the symptoms tend to linger. However, a large amount of them got their vaccine and they did feel better afterwards. Выздоровление у тех больных, которые перенесли коронавирус, проходит гораздо медленнее, чем у больных, например, с сотрясением мозга. Даже если у них симптомы кажутся одинаковыми, у тех, кто перенес коронавирус, и у тех, у кого было сотрясение мозга. Вот у больных после коронавируса симптомы очень долго задерживаются, и приходится с ними заниматься больше, с постковидными больными, чем с больными, перенесшими сотрясение мозга. Ирина, пожалуйста, мы продолжаем. Теперь давайте мы по поводу прививок поговорим, потому что тоже очень важно узнать. Правиданс, где вы работаете, требует, чтобы сотрудники получили прививки от коронавируса. Если да, то как сотрудники реагировали на такое требование? Да, правиданс требует, чтобы их работники были привиты. Для медицинских работников всегда было обязательно делать все прививки задолго до COVID. Мы также, мы также, we also had flu shots, well, before COVID, every year. And in general, many people did get exemptions from getting the flu shot for, I don't know, since I've been at Providence. They have been a little more strict about it, but the exemptions were still granted. In regards to the COVID vaccine, some people, a small percentage of people decided to request an exemption. And many of those exemptions were actually honored. This requirement became more жестful, but, nevertheless, they were allowed to request an exemption from the COVID vaccine. A large percentage of our employees asked an exemption from the COVID-19 vaccine for the COVID-19 vaccine. And most of them were given the permission to not vaccinate. Well, most of the people, with whom I work, did a flu shot for a long time to get a mandate. And they were glad that they had such a chance to do it. Because they understood how it was important to protect themselves, protect their families, not bring the infection home. Спасибо, я понял. Я еще хотела добавить. Да, Ирина, пожалуйста. Бустеры тоже сейчас вы должны принимать ваши сотрудники или нет? Хороший вопрос, Ирина, спасибо. По поводу бустеров, что вы нам скажете? Это требование не обязательно в Providence, чтобы сотрудники получили бустер. Но я две недели получила свой бустер и очень довольна, что я это сделала. И большинство моих коллег также получили бустер, потому что это нас защищает. Ну, значит, все-таки вы вакцинированы и вы даже получили бустер. Вот, поэтому я бы хотел уточнить, что вообще определило ваше решение провакцинироваться? Вот вы могли бы вот это как-то рассказать, что мотивировало вас, когда вы приняли такое решение? Вы же могли получить какое-то освобождение, например, или вообще могли уйти и заняться частной практикой? Я, во-первых, знакома с достижениями науки по вакцинации и уважаю мнение тех медицинских работников, которые сделали вот этот раздел науки частью своей работы и жизни. I understand how research is completed. I had to take classes in school to be able to determine good research from bad research, what is legitimate research, and what is just, I would say, clickbait or misinformation. And it's very easy for me to spot that. Я понимаю данные исследований и я специально проходила курс обучения по распознанию надежных данных и ненадежных данных исследований и также по анализу, какая информация является правильной, подтвержденной научными данными, и какая информация просто является дезинформацией. I actually am extremely fascinated by the history of vaccines and science, how they work, how they were developed. I learned about epidemics and pandemics years ago. This was something that was always very interesting to me. I remember taking a class, I want to say, 14 years ago in my undergrad program about communicable diseases and we discussed pandemics and epidemics and at that time it was said when the next pandemic happens because it wasn't an if, it was a when because we did have pandemics we did have epidemics and it was a matter of when it was going to happen everything just made so much sense when it happened, it was very scientific меня просто глубоко поражают вот те исследования в области вакцинации и вообще медицинские исследования и я много читала и знакома с процессом разработки различных вакцин и применением их и я много знаю о эпидемиях и пандемиях, которые происходили в мире и эта информация безумно вся интересная вот примерно 14 лет назад еще в колледже я брала курс по инфекционным заболеваниям и нам там очень много рассказывали об эпидемиологии о пандемиях и нам говорили что когда случится пандемия то есть вопрос не ставился если вдруг произойдет пандемия что пандемия когда-то наступит таково течение событий то надо быть готовыми к этому и вот вся вот эта информация она для меня имеет очень глубокий смысл и она помогает понять очень многое и в целом нам нужно сказать что нам просто повезло что мы живем в Соединенных Штатах где вакцины есть и вакцины эти доступны и вакцины эти эффективны и они позволяют предотвратить очень многие инфекционные заболевания спасибо вам большое что вы поделились Ирина пожалуйста мы продолжим нашу программу вы или кто из каких к вам пострадали от коронавируса я думаю что сейчас я уверена что мы все знаем многих у кого был ковер я знаю многих людей включая родственников у которых был ковер к счастью многие из них были имели легкий вид заболевания и были те кого я знаю у кого была тяжелая форма ковер и они находились в больнице в ICU и я знаю близких людей которые тоже умерли одна из моих хороших подруг потеряла и маму и папу из-за ковида несколько недель назад и они обои были непривиты и отказались обращаться в больницу когда они заболели и теперь она одна осталась в семье потому что ее сестра умерла год назад от рака и теперь у нее нет и сестры и родители и для меня самых жалко что это мы могли остановить они не должны были умирать если бы они приняли прививку спасибо что вы поделились ну и в завершении нашей беседы что бы вы хотели сказать людям в нашей замечательной общине по поводу пандемии коронавируса и вакцинации пожалуйста Оля ковид реален и мы не знаем как он повлияет на нас и на наших близких или на тех кого мы окружаем мы должны думать о тех кто находится рядом с нами и работать вместе как сообщество чтобы защитить тех кто более vulnerable уязвим мы мы должны знать что некоторые люди даже когда делают вакцины они не на сто процентов защищены защищены да и что многие могут может быть иммуно компромисс у некоторых могут быть нарушения иммунной системы и например для меня я могу быть защищена от коронавируса там она 97 процентов а другой человек может быть на 10 или на 15 даже если не все прививки сделали потому что у них какая-нибудь condition что у них нету immune response то у них какое-то есть заболевание которое мешает выработке иммунной реакции на прививку поэтому мы должны работать как комьюнити чтобы остановить пандемию при получении более людей вакцинированы и следить регуляции которые поставили в place ведущие инфекционные дизайсы экспертов wearing маски appropriately covering our носы и our mouths washing hands keeping a distance and avoiding large gatherings that can place us at risk потому мы как сообщество должны внести свой вклад в то чтобы остановить распространение вируса что можем мы сделать надо сделать так чтобы как можно больше людей получили прививки чтобы мы прислушивались мнению экспертов мнению специалистов по этим вопросам и конечно же соблюдали санитарно-профилактические меры такие как ношение масок соблюдение дистанции мытье рук и по возможности стараться избегать людных мест мест большого скопления людей Оля а можно спросить насчет ваших детей вы сказали сколько им лет 4 и 8 а вот сейчас уже вакцина есть вы собираетесь вакцинировать мой старший сын получил вакцины пару недель назад завтра будет его вторая доза мы очень счастливы потому что они не имели коронавирус я очень рада слышать что я очень рада слышать что вакцинах 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 5 и сын не имел никакие симптомы совсем когда он получил первую прививку он даже говорил что его рука не болела Вот я узнала, что в той возрастной группе, к которой относится мой старший сын, это возрастная группа от 5 до 11 лет, когда там проводились исследования вакцины, то абсолютно не было ни одного случая миокардита выявлено и никаких серьезных побочных действий не было. Если были какие-то симптомы, то они были очень незначительны. Вот как Оля сказала на русском языке, что у ее сына даже рука не болела, вообще он ничего не почувствовал. И я сильно жду, чтобы наш другой сын мог получить прививку, и когда будет возможность, я, конечно, это тоже сделаю. Спасибо, Оля, что вы поделились. И я напомню вам, дорогие наши радиослушатели, что, наверное, вы уже увлеклись, вам очень понравилось, и вы даже, наверное, и не поняли, с чего все началось. У нас сегодня была очень и очень необычная программа. Мы сегодня говорили о коронавирусе в свете еще одной проблемы. Мы сегодня говорили, что люди, увы, теряют даже способность разговаривать. Ну, и вот есть замечательный человек, ее зовут Оля, Оля Егоров. Она является логопедом в больнице Providence, и как раз она занимается тем, что восстанавливает речь, помогает восстановиться после COVID. И мы сегодня как раз об этом и говорили. Очень такая необычная, интересная программа. Спасибо всем, кто принимал в ней участие, в частности, и Ирине Коневой. Она является членом общины Староверов, члена Общественного консультативного совета при полиции города Портленда. Тамаре Бурковск, которая помогала нам переводить, она является также членом Общественного консультативного совета при полиции города Портленда. Кстати, Оля, а как вообще вас найти в Providence? Я вообще в Providence Sports Care Center, там, где играют в футбол, в стадии, в стадии. Ого, в Тайгерте. Да, я там в понедельник, а другие дни я в Providence Sports Care Center. Супер, супер, как у нас. Да, Ирина, Тамара. Да, Оля работает, во-первых, в Providence спортивном центре, вот там, где стадион, это в центре города, да? Да. И сейчас еще она будет работать также в другом месте, это в Бриджпорт-виллэч, в Тайгерте, по понедельникам только, да? Да, я уже там где-то год с половиной работаю в понедельникам. Я начинаю ихнюю программу, чтобы там сделать позицию для логопеда. Спасибо, спасибо. Ирина, вы хотите что-то добавить, нет? Мне показалось, что вы хотели что-то добавить или спросить. Все окей, да? Я только поставила в чат, если что, как найти Олю. Отлично, спасибо вам большое. Ну что ж, очень необычная была такая программа, и я думаю, что мы немножечко отдохнули от этих вот тревожных новостей по поводу омикрона. Но, тем не менее, я думаю, что в одной из ближайших программ мы об этом еще поговорим, не так ли? Да. Обязательно. Желаем вам здоровья. И я очень благодарна Оле, что вот она рассказала о том, какую помощь логопеды могут оказать здесь. Потому что для меня это было открытием. И вот если у кого-то есть какие-то проблемы, которые может решить логопед, знайте, что вам надо к логопеду, а не ходить по каким-то врачам, по кабинетам. А не к психиатру, не к психиатру, а к логопеду. Поэтому, если вы думаете, что совсем вам все плохо, то вы не отчаивайтесь. Вам нужно только чуть-чуть поправить вашу речь. Речь, дыхание, глотание – это все важно, это качество жизни. Так что хорошего вам качества жизни. И если проблемы есть в этом плане, вот есть логопед в нашей собственной общине, которая может помочь в решении этих проблем. Спасибо большое. Спасибо, спасибо всем вам и до скорой встречи в эфире.